Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. К четырем прибавить два. В Беларуси отмечают День знаний. Я очень был рад. Я позавтракал и быстрее в школу. Сколько первоклашек сели за парты. Уличные прилавки. В городе продолжается борьба с несанкционированными рынками. Инфекционных заболеваний на самом деле очень много. Такие как туберкулез, лимонеллез, ботулизм. Что таят в себе товары с земли. Все налет в Бобруйск-Арене проходят массовое катание. В прокате есть большой размерный ряд, поэтому никто не останется без коньков. Что почем. А также умы будущего. Плюс к пенсии. И безопасность пассажиров превыше всего. Рынок такси ждут изменения. Какие? На календаре 1 сентября. Президент в День знаний посетил национальный детский технопарк. Александр Лукашенко пообщался с юными айтишниками и учеными. Глава государства подчеркнул, для Беларуси талантливые люди – большое богатство. Благодаря этому получится справиться с любыми вызовами. Образовательному пространству два года. Зеленая химия, авиакосмические и биотехнологии. Информационная безопасность. Здесь обучают самым перспективным направлениям. Это только начало. Я знаю, что желающих значительно больше здесь обучаться, получать более высокие, продвинутые знания. Значительно больше, чем мы принимаем здесь на обучение. Если это такие же ребята, как вы, ну, вы, наверное, раз прошли испытания, вы, наверное, чуть-чуть лучше. Но если там остались за бортом талантливые люди, то этот технопарк надо расширать до таких пределов и возможностей, чтобы все ребята, которые стремятся получить более современное и знания на более высоком уровне, имели такую возможность. Во время визита президенту показали разработку системы дистанционного мониторинга сельхозугодий. Такая техника позволит видеть, какие земли нуждаются в подкормке. Изучать в заведении и атомную энергетику. Дети придумали проект, который позволяет повысить эффективность АЭС и снизить затраты на обслуживание. Нужно не просто участвовать в научных конференциях, а дорабатывать их на предприятиях и внедрять в дальнейшем в производство. Такое поручение глава государства дал правительству страны. Школьная пора. В Беларуси отметили День знаний. В каждом учебном заведении страны прошли торжественные линейки. Для миллиона учащихся двери распахнули 2865 госучреждений. Впервые за парты сели 110 тысяч первоклассников. Для каждого из них ценные подарки и искреннее поздравление. Подробности далее. Белоснежные блузки и пышные банты, искренние улыбки и трепетные эмоции. Первое сентября – радостный день для педагогов, учащихся и их родителей. Торжественная обстановка царит в каждой школе города. В гимназии номер три – двойной праздник. Теперь обитель знаний носит почётное имя героя Беларуси – митрополита Филарета Вахромеева. Это наш учитель, он очень многое вложил в нашу страну. И будет пример митрополита Филарета, я считаю, достойным образом для подражания учащихся гимназии номер три. Наша обновлённая красивая школа открывает снова двери. Снова это рой впечатлений, это рой прекрасных глаз и усмешек. С праздником, с Днём знаний и всего самого лучшего, тёплого и светлого в новом учебном году. Учреждения образования славятся своими достижениями. На экскурсии гостям есть что посмотреть. Современный STEM-класс, робо-сумо, инновационные разработки старшеклассников. Здесь же открывается инженерный класс. Такое нововведение и в других гимназиях города. С каждым годом образовательный процесс становится более увлекательным и эффективным. Поздравляем наших учителей, педагогов с началом занятий с первого сентября, но и особенно наших первоклассников, которые в городе Бобруське сели за партой 2500 человек. Главные герои этого дня волнуются больше остальных. У маленьких непосед звёздный час. Читают забавные стихотворения и исполняют весёлые танцы. Для каждого первоклассника подарок от президента. Книга «Беларусь наша родима». Самое душевное пожелание, с самой точки зрения важное, это всё-таки быть патриотами. И я уверена, что ребята из второй гимназии именно такими будут. Ещё раз праздником, с Днём Знаний. Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь. Впереди у первоклассников насыщенное погружение в мир знаний. Озорные ребята с интересом разглядывают красочную доску и, затаив дыхание, слушают свою первую учительницу. Мне очень понравилось. Я неожиданно встал, меня разбудили, потому что я очень был рад. Я позавтракал и быстрее в школу. Там 10 минут оставалось до начала, и мы успели, и всё было хорошо. Я хочу стать спортсменом, футболистом. Вот Роман мой тоже хочет стать спортсменом, футболистом. Да? Да, мы вдвоём на футбол ходим. Да? «Беларусь и я. Диалог мира и созидания» – тема первого урока, которая актуальна как никогда. Государство заинтересовано в том, чтобы после обучения на всех этапах в экономике были заняты грамотные и квалифицированные специалисты. 11-классники с первого дня стремятся побыстрее начать подготовку к поступлению во взрослую жизнь. Для них этот учебный год последний и самый важный. От этого года я ожидаю, пожалуй, весёлый настрой и очень активно буду проявлять себя в гражданской позиции. Также надеюсь на то, что год дастся легко и будет довольно интересно. В моих планах хорошо закончить этот учебный год, добиться как можно более лучших баллов, чем были в прошлом, хорошо сдать экзамены, ЦТ и поступить в Гродненский медицинский университет. В сфере образования всегда уделяется особое внимание. С 1 сентября повышаются зарплаты педагогов на 15% от оклада. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы. В учебном году приоритетным направлением по-прежнему останется обеспечение качества образования, развитие олимпиадного движения, исследовательской деятельности, в работе по воспитанию учащих, в воспитательной работе по-прежнему актуальными будут воспитание гражданина-патриота своей страны, формирование основ безопасной жизнедеятельности учащихся. Школы города распахивают двери для более чем 24 тысяч учеников. Ряды педагогов пополняют 95 молодых специалистов, 57 – бобруйчане. Впереди плодотворное время новых достижений и интересных занятий. А пока амбициозные мечты вместе с воздушными шарами взлетают высоко в небо. В добрый путь! Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Кристина Арианц, Павел Зуев, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пополнение бюджета, отправлением бандероли и временное неудобство. Белавия предупреждает об изменениях в обслуживании пассажиров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране повысились все виды трудовых пенсий. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Прибавка в среднем 5%. Неработающие пенсионеры получат примерно 737 рублей. Во второй раз за год поднялся и размер базовой ставки. Сумма выросла до 235 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата бюджетников. Белорусы стали брать заметно больше кредитов. Общий долг с июля прошлого года вырос на 13,5%. На 1 августа сумма более 18 миллиардов рублей, тогда как за год до этого было примерно 16. Большая часть займов идет на решение жилищного вопроса. На потребительские цели обычно не более трети. Среди компаний сохраняется тенденция уменьшения кредитов в валюте. Изменены тарифы на услуги почтовой связи. Увеличилась стоимость пересылки простой карточки, писем, бандероли весом до 20 граммов. Для физлиц цена станет выше на 8 копеек, для юрлиц и ИП – на 6. Предыдущее повышение, напомним, было больше года назад. Более подробно с услугами можно ознакомиться на официальном сайте предприятия. Рынок такси ждут изменения. Регулировать его будет указ об автомобильных перевозках. Формула выглядит так. Добросовестная конкуренция, высокое качество услуг и безопасность пассажиров. Пока проект на стадии общественного обсуждения. Необходимость перемен диктует статистика. Только в 2022-м возбуждено 17 уголовных дел в сфере такси. Белавиа предупреждает о временных изменениях в обслуживании пассажиров. Это связано с проведением технических работ по переходу на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». В офисах продаж авиакомпании, на сайте и в мобильном приложении недоступны заказ квитков, покупка, обмены, возврат, а также дополнительные услуги. Риск с рук. В Бобруйске продолжается борьба с несанкционированными рынками. Торговля с землей не только создает неудобства для пешеходов, но и несет опасность для покупателей. Употребление такой еды чревато пищевыми отравлениями и возникновением острых кишечных инфекций. Особый риск тает в себе консервированная, вяленая, мясная, рыбная, молочная продукция, а также грибы. Инфекционных заболеваний на самом деле очень много, такие как туберкулез, лимонеллез, ботулизм. Вкус, цвет, запах, ничего не меняется у продукции. То есть и вы, покупая ее, не понимаете, что она какая-то недоброкачественная. У псевдопродавцов отсутствует медицинская справка и необходимые документы, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность товара. К слову, в 2022-м врачи-гигиенисты провели 39 мониторингов, в 2023-м уже 51. За несанкционированную торговлю предусмотрена административная ответственность, штраф до 111 рублей. Отдых с пользой. В Бобруйск-Арене проходят массовые катания. Стоимость сеанса 4,50, продолжительность 45 минут. Отсутствие специальной обуви не преграда, можно воспользоваться услугами проката. Пара обойдется в 4 рубля. С собой понадобится паспорт. Здесь же работает заточка коньков. В прокате есть большой размерный ряд, поэтому никто не останется без коньков. Мы приглашаем всех бобручан и гостей нашего города для посещения такого приятного занятия, как катание на льду. Детей до 14 пускают на лед только в сопровождении взрослых. Новички под пристальным вниманием инструкторов. Узнать точное расписание и ознакомиться с пресс-курантом можно на официальном сайте клуба или в билетной кассе с 10 утра до 9 вечера. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»